Светлана Георгиевна, здравствуйте! Добрый день! Давайте начнем с основного. Какие виды деятельности жилинспекции мы можем выделить? Есть основные три направления деятельности. Это осуществление регионального государственного жилищного надзора за соблюдением обязательных требований, предоставлению коммунальных услуг жилым помещениям, к содержанию общего имущества. В рамках жилищного надзора мы проводим проверки в отношении ресурсоснабжающих организаций, товарищей собственников жилья, граждан, юридических лиц, которые выполняют работы при непосредственном способе управления дома. Вторым направлением является региональный лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами. В рамках лицензионного контроля мы проводим проверки в отношении управляющих организаций. И также инспекция занимается предоставлением государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Краснодарского края. Это, пожалуй, три основных направления, которые осуществляет жилищная инспекция. Можем ли мы говорить о том, что в Краснодарском крае увеличился жилищный фонд? Да, если сравнивать, например, на конец 2014 года, то у многоквартирных домов на территории Краснодарского края было 20 тысяч. На 31 декабря 2018 года – 21 940. Это в первую очередь связано с тем, что в Краснодарском крае ежегодно увеличивается количество многоквартирных домов, которые ввели в эксплуатацию в связи с строительством жилых каких-то комплексов, отдельно стоящих многоквартирных домов. Плюс еще жилищный фонд составляет жилые дома. Их около 2 миллионов по данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Скажите, а сколько сейчас управляющих компаний работают на рынке Краснодарского края? Есть ли уже монополисты в этой сфере? Есть ли, может быть, список надежных управляющих компаний? На сегодняшний день 680 управляющих организаций имеют действующую лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. При этом деятельность фактически осуществляет только 665 управляющих компаний. В их управлении находится 12 927 многоквартирных домов. В большинстве управляющих организаций не более 100 домов находятся в управлении. Есть, конечно, управляющие организации, которые осуществляют деятельность на территории муниципальных образований Новороссийск, Туапсе, в управлении которых находится от 250 до 500 многоквартирных домов. Самая крупная управляющая компания находится на территории муниципального образования города Краснодар. У нее в управлении находится около 3500 многоквартирных домов. Это самая крупная и она единственная на территории Краснодарского края. А как вообще управляющая компания появляется на рынке? Если есть требования, они какие? Да, конечно, есть лицензионные требования. И первое, что должна сделать организация, которая хочет выйти на рынок жилищно-коммунальных услуг, это получить лицензию в инспекции. Для этого она обращается в орган государственного жилищного надзора с соответствующим заявлением. Мы проводим проверку на предмет соблюдения лицензионных требований и уже в последующем выходим с мотивированным предложением в лицензионную комиссию Краснодарского края. Решение о предоставлении лицензии либо об отказе ее предоставления принимает лицензионная комиссия. Мы уже по итогам принятого лицензионной комиссии решение либо выдаем лицензию, либо отказываем в ее предоставлении. Требования минимальные – это регистрация на территории Российской Федерации, наличие у должностного лица квалификационного аттестата, который также выдает жилищная инспекция по итогам сдачи квалификационного экзамена, отсутствие судимости у должностного лица, отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц. Важно, чтобы наименование соискателя лицензии не совпадало с наименованием управляющей организации, которая уже имеет лицензию. И последнее – это отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на осуществление предпринимательской деятельности информации об аннулировании лицензии. То есть важно, чтобы соискатель лицензии, который к нам обращался, ранее не имел такую лицензию, и такая лицензия не была аннулирована судом. Это все лицензионные требования, которым должен соответствовать соискатель лицензии. В случае, если он соответствует, то, конечно же, лицензию он получит. Еще одним требованием для того, чтобы начать деятельность по управлению домом, необходимо заключить договор управления с собственниками помещений и обратиться в инспекцию для включения дома сведения о доме в реестр лицензии. Только после этого управляющая организация вправе приступить к управлению домом. Но получается, все-таки управляющая компания выбирает себе дома и жильцов, не наоборот? Нет. Для того, чтобы заключить договор управления, необходимо, чтобы собственники приняли решение о выборе способа управления и выборе управляющей организации. Это один случай. Есть случаи, когда орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по выбору управляющей организации. В этом случае, конечно, не собственники принимают решение. Но в любом случае, они не лишены такого права и при наличии должной активности по истечению одного года с момента заключения договора управления по результатам открытого конкурса, они могут принять решение и выбрать иную управляющую организацию. Или, может быть, изменить способ управления домом. А как часто появляется управляющая компания у нас на рынке? Или уже сложился какой-то свой определенный пул, о котором вы сказали, и ничего, собственно, не меняется? Ну, мы до сих пор выдаем лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, но их, конечно, немного. То есть основной бум получения лицензии – это был в 2015 году, когда лицензирование только было введено с 1 мая 2015 года. Сейчас к нам обращаются соискатели лицензии, но их не больше сотни в год. То есть тенденция идет не к уменьшению управляющих компаний, а к их увеличению. Вот как. В какой-то период особенно модным было создание ТСЖ. Вот как сейчас обстоит с этим дело? На сегодняшний день на территории Краснодарского края осуществляет деятельность 1977 товарищ-собственников жилья, в управлении которых находятся 1773 многоквартирных дома. Количество многоквартирных домов, находящихся в управлении товарищ-собственников жилья, намного меньше, чем у управляющих организаций. Нередко случаи, когда собственники выбирают способ управления товарищества-собственников жилья, но в последующем правление заключает договор управления с управляющей организацией. То есть в любом случае собственники стараются привлечь управляющую организацию, так как она более профессиональный участник рынка. Поэтому смело можно говорить, что собственники предпочитают, чтобы их домом управляла управляющая организация. То есть сейчас нет такой активности со стороны населения? Нет, активности нет. В большинстве случаев, и статистика говорит об этом, что около 13 тысяч многоквартирных домов находятся в управлении управляющей организацией, и 1773 в управлении товарищ-собственников жилья. Это немного. По сравнению к общему количеству многоквартирных домов, которые 21 940 на территории Краснодарского края. Как правило, это ТСЖ, которые были созданы в 2004 году, в 2006, в последующие годы. За последние годы создаются, конечно, в новых домах товарищества-собственников жилья, но их небольшое число. Ну, конечно. Все-таки хочется, чтобы профессионал делал. Для этого нужно посвящать же много времени и вникать в причины. Конечно. И при создании товарищества-собственников жилья управлять должен кто-то из собственников. То есть быть председателем правления собственник, который живет в этом доме. Зачастую граждане отказываются от такой нагрузки, потому что это действительно сложно. Нужно обладать специальными знаниями для того, чтобы оценить, какие работы необходимо выполнить на доме. С кем заключить договор. Определиться со стоимостью этих работ. И плюс еще необходимо... Не всегда все собственники оплачивают за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому тоже ТСЖ вынуждена обращаться в суд, а нас окружают наши соседи. Поэтому мало кому охота портить свои отношения с соседом, даже если он является неплательщиком. Ну и потом, мне кажется, люди еще не особо активны сейчас в этом направлении. Мы, например, не можем, в принципе, всех жильцов собрать, чтобы элементарно выйти на субботник, не говоря уже о каких-то важных вещах. Конечно. Большинство граждан заняты своей работой, своими проблемами. А для дообщественных каких-то целей, обсуждений, мало кому есть время, место и желание заниматься. Как правило, нас волнует то, что в жилом помещении внутри происходит, внутри нашей квартиры. А то, что там за пределами квартиры, это нужно какими-то особыми качествами обладать, чтобы этим интересоваться, этим жить и стараться что-то изменить. Таких людей, на самом деле, не очень много. Согласна. Заключение договоров напрямую с поставщиками коммунальных услуг. Это хлопотно или, наоборот, выгодно для потребителя? С 3 апреля 2018 года были внесены изменения в жилищный кодекс. И тогда собственникам было предоставлено право заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Необходимо отметить, что в Краснодарском крае и на 3 апреля 2018 года тоже были заключены договоры прямые. Это по коммунальной услуге электроснабжения и газоснабжения. Мы анализируем ситуацию на рынке заключения прямых договоров и отметили, что с момента внесения изменений в жилищный кодекс еще дополнительно 10% многоквартирных домов перешли на прямые договоры. На сегодняшний день около 60% собственников в многоквартирных домах находятся на прямых договорах. 28 муниципальных образований полностью перешли на прямые договоры. В отношении остальных муниципальных образований проводится работа, потому что это выгодно как ресурсоснабжающей организации, так и потребителю коммунальных услуг, потому что из их отношений исключается посредник, управляющая компания, жилищный кооператив, товарищество. И, соответственно, у собственника появляется ответственность. Он обязан заплатить за ту услугу, которую ему оказано. А фактически ресурсоснабжающая организация понимает, какой собственник добропорядочный и своевременно оплачивает, а какие есть злостные неплательщики. И уже в отношении конкретных потребителей они могут принимать меры по приостановлению коммунальной услуги. А это сложная процедура выйти на прямой договор? Нет. Достаточно принять на общем собрании собственников помещения решение. То есть собрание должно быть проведено при наличии необходимого кворума, который составляет более 50% от всех собственников помещений. И в последующем оформить протокол и направить его как в ресурсоснабжающую организацию, так и в управляющую компанию, либо в ТСЖ, так и в орган государственного жилищного надзора. По истечении 30 дней ресурсоснабжающая организация обязана приступить к оказанию коммунальных услуг напрямую. Процедура на самом деле не настолько сложная, как может показаться со стороны. И часть собственников уже ее реализовали и перешли на прямые договоры. Но вот один человек в доме не может этим заниматься? Один человек в доме не может принять решение о переходе на прямые договоры. В любом случае должно принимать решение общее собрание собственников помещений. Но один человек в доме может выступить инициатором собрания собственник и провести это собрание и предложить собственникам перейти на прямые договоры. Прямые договоры ведь они могут более стимулировать, быть более дисциплинированным собственника. Так ли это? Ну, конечно. В данном случае собственник, получая квитанцию от ресурсоснабжающей организации, понимает, что он оплачивает напрямую за ту услугу, которую он фактически потребил. И у него есть понимание того, кому он это оплачивает. Он может отследить объем своих предоставленных услуг уже в личном кабинете ресурсоснабжающей организации, какие денежные средства оплачены, какая сумма задолженности, если она есть. И решить вопросы с ресурсоснабжающей организацией в случае возникновения каких-то неблагоприятных жизненных условий, например, с оплатой этой задолженности, заключив соглашение о рассрочке, либо получив какую-то отсрочку. Но в любом случае оплата напрямую ресурсоснабжающей организации позволит снизить те долги, которые имеются в жилищно-коммунальной сфере. Ведь Минстрой России, который был инициатором принятия данного закона, на момент принятия инициации этого закона исходилось с того, что в жилищно-коммунальной сфере долги перед ресурсоснабжающими организациями составляют более 40%. Это огромная сумма по всей Российской Федерации, которая исчислялась миллиардами. Если убирается посредник из этих отношений, то денежные средства поступают напрямую. И уже исполнитель коммунальной услуги ресурсоснабжающей организации может воздействовать на конкретного потребителя. То есть не допускалось ограничения в отношении юридического лица управляющей организации, потому что в этом случае страдают добросовестные потребители. Когда прямые договоры, ресурсоснабжающая организация уже точно знает, кто является задолжником и может принимать меры в отношении конкретного потребителя. В каких случаях потребителя могут лишить вообще абсолютно всех коммунальных услуг? Ну, сразу хочу сказать, что в многоквартирных домах не допускается приостанавливать коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по холодному водоснабжению. В других случаях, в отношении других коммунальных услуг допускается приостановка либо ограничение коммунальной услуги. Здесь можно условно разделить на две группы. В одних случаях нет необходимости уведомлять потребителя о приостановке коммунальной услуги. В других случаях приостановка возможна только после предварительного уведомления. В случае, например, аварийной ситуации, какой-то чрезвычайной ситуации, уведомлять потребителя нет необходимости. Исполнитель коммунальной услуги может приостановить, а потом уже довести до сведения потребителя, на каких условиях осуществляется приостановка, по каким причинам. В случае, если имеется задолженность, в этом случае ресурсоснабжающая организация либо какой-то другой исполнитель коммунальной услуги обязан уведомить потребителя не менее чем за 20 дней направить ему уведомление. В случае, если нарушен данный порядок, то здесь потребитель имеет право обратиться в орган государственного жилищного надзора, и по данным фактам будет проведена проверка и приняты меры. Например, в 2019 году инспекции за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами было привлечено 736 юридических лиц и должностных лиц. Это ресурсоснабжающая организация, управляющая организацией, товарищества, собственников жилья, жилищные кооперативы. То есть по результатам рассмотрения материалов административного дела в 736 случаях мы привлекали юридических и должностных лиц к административной ответственности по ст. 7.23 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. Скажите, а как часто в жилинспекцию поступают жалобы на предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества? Доля таких жалоб составляет 21%. Цифры по итогам 2019 года граждане жалуются на качество коммунальных услуг, на нарушение исполнителям коммунальной услуги, порядка ограничения в коммунальных услугах. По всем фактам, которые указаны гражданами в жалобах, мы проводим проверки и принимаем в случае подтверждения нарушения соответствующие меры. Как поступить потребителю в случае, если он понимает, что у него, допустим, в квартире недостаточно тепла или вода вместо горячей льется холодная? Куда ему обращаться? Сначала в управляющую, а потом уже в жилинспекцию? Или можно напрямую к вам? Порядок действия потребителя коммунальной услуги в этом случае установлен правилом предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещениям на квартирном доме, утвержденных постановлением правительства. В этом случае потребитель должен сообщить в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя коммунальной услуги, которая обязана сообщить потребителю причины некачественного коммунального ресурса и явиться для составления акта. В случае, если не является, потребитель вправе составить такой акт в одностороннем порядке, пригласив председателя Совета многоквартирного дома и двух незаинтересованных лиц. Указанный акт является основанием для снижения размера платы за такую коммунальную услугу. Также потребитель имеет право обратиться в орган государственного жилищного надзора с обращением, в котором указать сведения о фактах нарушения обязательных требований при предоставлении коммунальной услуги. Указанное обращение является основанием для проведения проверки. В случае, если доводы потребителя подтверждаются, в этом случае мы принимаем меры в виде выдачи предписания, предоставить коммунальную услугу надлежащего качества и привлекаем к административной ответственности. Хочу отметить, что штраф для управляющей организации за предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества он огромен – от 250 до 300 тысяч рублей для юридического лица и от 50 до 100 для должностного лица управляющей организации. Ну да, серьезно. А с чем чаще всего к вам обращаются? Чем недовольны с жильцей? Ну, у нас, как правило, три группы вопросов, с которыми чаще всего обращаются в инспекцию. Первый вопрос – это предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества, это ненадлежащее содержание общего имущества на квартирном доме. И наиболее животрепещущий вопрос – это начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. То есть граждане, получая квитанции, видя суммы, которые им начислили, обращаются в орган государственного жилищного надзора для того, чтобы мы проверили, а правильно ли управляющая компания, либо ресурсоснабжающая организация, товарищество собственников жилья определяет плату за жилое помещение, за коммунальные услуги. У нас есть отдел в Государственной жилищной инспекции Краснодарского края, который осуществляет контроль за установлением платы за жилищно-коммунальные услуги. Если у человека, к примеру, нет средств оплачивать коммунальные услуги, может ли в этом случае он рассчитывать на помощь государству? Может быть, существуют какие-то меры поддержки вот таким потребителям? С жилищным кодексом установлено право гражданина на получение субсидий, если расходы гражданина превышают максимально допустимую долю расходов на оплату жилого помещения в совокупном доходе семьи. Также отдельным категориям граждан предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидии и компенсация предоставляются гражданам только в случае, если у них отсутствует задолженность за жилищные и коммунальные услуги. Подробно об условиях получения субсидий и компенсации на оплату можно узнать в органах социальной защиты населения того муниципального образования, в котором проживает гражданин. Это что касается субсидий и помощи такой социальной. А если у человека уже существует задолженность, есть ли какие-то варианты рассрочки, я не знаю? Да, конечно. В этом случае необходимо обратиться к исполнителю коммунальной услуги и уже заключить с ним соглашение о предоставлении рассрочки. Такая возможность предусмотрена правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации. Давно у нас действует эта норма? С момента принятия постановления правительства. Оно было принято 6 мая 2011 года, номер 354. И там предусмотрено. Но самое главное здесь достигнуть соглашения с ресурсоснабжающей организацией либо иным исполнителем коммунальной услуги. То есть это соглашение заключается в случае согласия как потребителя, так и исполнителя коммунальной услуги. Но это без суда решается? Да, конечно. Через суд? Нет. Нет, не через суд, без суда. И скажите еще, проводят ли ваше ведомство какие-то мероприятия? Если проводят, то какие? Да, конечно. Инспекция ежеквартально проводит публичное обсуждение правоприменительной практики, на которые приглашаются как граждане управляющие организации, товарищество собственников жилья, органы исполнительной власти Краснодарского края, общественные организации, органы местного самоуправления. На таких обсуждениях мы обсуждаем типовые и массовые нарушения, которые допускаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства и пути выхода и устранения этих нарушений. Также должностные лица инспекции информируют о принятых изменениях в жилищное законодательство. Очередные публичные обсуждения состоятся 19 февраля 2020 года по улице Красная, 57, в 11 часов. Подробно с повесткой можно ознакомиться на сайте жилищной инспекции. Каждый желающий может прийти и послушать выступления должностных лиц в Государственной жилищной инспекции Краснодарского края и задать вопрос. Ну что ж, спасибо вам за беседу, всего доброго. Спасибо. Спасибо.